Прошлое противостояние Демира и Джемаля Демир получает результаты теста на отцовство и очень доволен увиденным. Ойки просит его объяснить внезапное исчезновение на дне рождения отца. Любовь Угура и Севги переходит в совершенно новое измерение. Демир идет к Джемалю и расправляется с ним. После того, как Демир получает результат теста на отцовство, он переводит дух с Джемалем. С Джемалем идет расплата за прошлое. Он просит Джемаля оставить их в покое сейчас, а затем извиняется перед ним за свои прошлые ошибки. Демир упрекает Кандана в том, что он поверил фальшивому отчету Джемаля. Джандан очень рада, когда узнает, что Ойки ее настоящий отец. Вот что произошло в последнем эпизоде сериала «Моя дочь». Мюфиди 9 допрашивает своего сына Угура из-за того, что с ним случилось. Он спрашивает, как его нога стала такой. Угур мать, какая ложь и говорит, что она вывихнула ногу. Затем он рассказывает, что произошло. Мюфиди вынужден поверить в то, что он говорит. Он просит Угура больше не делать таких вещей, и они обнимают друг друга. Школа расходится. Когда Ойки собирается покинуть класс, к ней подходит Мерткан и празднует ее день рождения. Рассказ очень порадовал. Она обнимает его. Они вместе покидают школу. Когда он видит Демира Ойки, идущего с Мирджаном, он немного расстраивается. Он говорит Мирджану, что забыл поблагодарить его. Мерткан нашел человека, укравшего деньги. Тем временем в Ойки он высмеивает его, говоря, что ты помнишь. После слов Ойки, восхваляющих Мирджана, Демир предупреждает его и просит не преувеличивать. Стори спрашивает отца, почему он приехал забрать его. Демир говорит, что возьмет его на прогулку. Тем временем они делают украшения для дня рождения дома с лучшей подругой Ойки из общежития Айше Джандан. Севги приходит в гости к Угуру. Он стучит в дверь. Хаджиана открывает дверь. Господин Угур живет здесь. Хаджиана удивляется, когда он спрашивает. Позже, когда он узнает, что Севги ищет своего сына Угура, она приглашает его внутрь. Угур задается вопросом, кто идет. Он очень удивлен, увидев перед собой Севги. Когда она спрашивает, как она нашла дом, Севги говорит, что получила адрес от Джандан. Хаджиана спрашивает Угура, кто его друг, и говорит, ты не собираешься нас познакомить. Угур представляет Севги своей матери и рассказывает ей, кто он такой. Мюфидиу очень понравился Севги. Он говорит ей слова похвалы. Угур рассказывает Севги о том, как он точно так же вывихнул ногу. Джандан завершила все приготовления к своему дню рождения. После Севги Угура и Хаджианы приходят также Мерджан и его мать. Демир просит у Эквини дуться, потому что она забыла свой день рождения. Он говорит, что компенсирует это в свой следующий день рождения. История говорит, хорошо, они прибывают домой, звенит колокольчик истории, и Джандан открывает дверь. Джандан говорит, добро пожаловать, но Угу немного грустит. Он очень удивлен, увидев тех, кто говорит, сюрприз, как только он вступает в историю. Он сыграл партию за Демира Уйки. Он был очень счастлив, потому что не забыл день рождения своего отца. Демир празднует день рождения дочери. Он говорит, что очень любит своего отца. Демир просит Кандан поблагодарить его за то, что он сделал все приготовления, пока она занята. Уйку обнимает Чандана и говорит, что тоже любит его. История задувает свечи на праздничном торте. Демир дарит подарок своей дочери. Рассказ очень приятный, он благодарит отца, тем временем раздается звонок в дверь. Демир, открыв дверь, забирает документ, принесенный курьером. Он потрясен, когда открывает документ и читает его. Джемаль возбудил дело об опеке. Железо очень деградирует. Он выходит из дома в ярости. По дороге он звонит Джемалю. Он приходит к Джамалу. Звонит Джамал. Джемаль показывает ему документ. Джемаль объясняет, что он настоящий отец Уйки, говоря, что он написал в дневнике, что Асу бросила его, и что затем он пошел и сделал анализ ДНК. Он говорит, что получит историю от него. Демир говорит, что он настоящий отец Уйки и что он ничего не может сделать. Демир заявил, что подготовил ложный отчет и сказал, кто поверит вашей лжи, говорит. Джемаль говорит, что Джандан верит в него и Угур тоже верит в него. Демир не знает, что сказать перед лицом того, что он слышит. Джемаль спрашивает, разве ты не знал? Затем он продолжает говорить, чтобы позлить Демира. Хотя железо не испортилось, но очень впечатлило. Он говорит Джемалю, что у него нет надежды, кто верит или не верит его фальшивому отчету. Джемаль сказал, кстати, об отдельных отчетах. Вы забрали Уйки из суда по ложному доносу. Я тоже подам в суд. Видно же, может быть, им не дадут, говорит он. Демир вспоминает свой разговор с Угуром, чтобы заполучить Уйки. Он покидает Джемаля и идет в больницу, где ему сделали тест на отцовство, и говорит, что потерял бумагу с результатами теста и хочет купить новую. Он очень нервничает, ожидая отчета. Он берет отчет и открывает его дрожащими руками. Читая отчет, Демир читает, что настоящим отцом Уйки является он сам. Демир – самый счастливый человек в мире. История волнует внезапное исчезновение отца. Когда он не отвечает на звонки Чандана, ему становится очень любопытно. Тем временем Демир звонит Джандан. Уйки, поднявший трубку, просит у отца счет. Он говорит, что не может прийти, потому что железо не работает. Затем он говорит, что у него есть работа, и он придет после этого. После того, как Угур и Севги покидают вечеринку по случаю дня рождения Уйки, по дороге они говорят о тесте Джемаля на отцовство. Угур говорит с Севги, что в прошлом они были хорошими друзьями, но не может рассказать больше подробностей. Тем временем Демир идет к Джемалю и показывает ему результаты анализов. Он просит Джемаля оставить их в покое. Джемаль говорит, удачи. Его также расстраивает, когда он узнает, что Уйки, дочь Демира. Он говорит, что именно поэтому сообщил о Джемале Демире. Джемаль спрашивает, почему они оставили его той ночью. Демир рассказывает, что произошло той ночью, но Джемаля это не убеждает. Он обвиняет Демира, говоря, что он сделал это, чтобы пообщаться с Асу. Демир уходит от Джемаля, еще раз говоря, что не докладывал о немецком. Джемаль спрашивает, почему вы не пришли навестить его в тюрьме. Демир объясняет, что не мог прийти, потому что стеснялся. Демир извиняется перед Джемалем за все, что произошло в прошлом. Угор отсутствует. Когда Уйки настаивает на том, чтобы не ходить в школу, Джандан объясняет ситуацию Демиру. Джандан потрясена, когда она объясняет, почему Демир Уйки не пошел. Он объясняет Уйку Демиру, что это очень важно для него. Он берет у Демира обещание не драться, воровать и попадать в неприятности. Уйки и Демир наконец-то встречаются. Слова «Я так скучаю по тебе» отцу Уйки трогают сердца. Уйки рассказывает Джандан о своих опасениях по поводу своей тети. Демир, который приносит деньги, которые он должен Мурату, едва может удержаться от язвительных словарей. Когда Джандан приходит домой, она понимает, что Уйки нет дома. Он звонит Демиру по телефону и сообщает о случившемся.